здравствуйте друзья я наконец вернулся домой из поездки на карибы увидите меня в куртке ну правда в общем то не так не так холодно просто жена говорит на тяжелое они заботятся она говорит один куртку и я одел куртку сейчас что-нибудь градусов 10 тепла вокруг нас но все-таки 10 тепла это не то же самое что на карибах там воду заходишь не знаю 27 28 ну то есть что-то невероятное я субъективно без прибора так на глазок ну что сказать хорошо дома знаете так хорошо но привыкать надо снова потому что вот эту неделю то есть неделю вы были на корабле а так еще мы там ну в пути как бы некоторое время тоже были там в гостинице заночевали в пуэрто-рико в общем так дней 10 примерно и у нас со светой у обоих возникла ассоциация с книжкой которая называется не знайка на луне если вы когда-нибудь читали я не знаю в советское время она была очень популярной причем мы немножко опоздали мы мы выросли и когда эта книжка вышла на луне это было продолжение там серии не знайка в цветочном городе там еще что-то было и вот наверное классе уже в пятом или в шестом я читал и света тоже то есть может так были такими детьми подросшими и там был такой остров на который стаскивали халявщиков и халявщики бегали значит с шоу на шоу из шоу на столовку из столовки там на какие-то аттракционы и в общем вся их жизнь состояла в том что они как угорелые носились между жрачкой и развлечением и я даже не знаю то ли господин носов который написал эту книгу писатель товарищ конечно товарищ вот то ли он когда-нибудь был на крузе и насмотрелся я даже не знаю то ли это просто вот его пролетарское сознание нарисовала такую картину потому что в конечном счете что происходило значит это была такая капиталистическая провокация потому что люди которые вот так носились между одним и другим они потихонечку становились ослами это не мгновенно происходило но сначала у них начинали уши расти потом хвост потом они там на четырех лапах начинали двигаться и в итоге их продавали как осликов для последующей эксплуатации на каких-то плантациях видимо я не знаю там для нужд сельского хозяйства значит вот этого вот этой луны а луна была не так не та которую мы знаем там в телескоп а внутри самой луны значит оказывается там была еще одна луна уже с атмосферой со всеми делами вот там это все происходило это довольно такая социалистическая книжонка уже кончилось там все социалистической революции у них там и тогда еще был очень интересно так вот у нас со свет возникло вот это ощущение потому что мы конечно там хвостов у нас не выросло и ушей тоже и копыт не появилось но вот этот образ жизни такой он конечно не на недельку нормально на недельку нормально давайте знаете что я камеру направлю на улицу с тем чтобы вы видели что там делается тоже да вот это такое краткое впечатление давайте пару слов может быть скажу из того что раньше не сказал если ехать на круз из майами или там форт лаудердель из флориды то конечно это комфортней в смысле перелетов там и так далее но дело в том что поскольку там есть некоторое расстояние до карибов пусть не такое большое но все-таки то получается что за недельную поездку можно посмотреть там три острова хотя большинство народа например они не столько островами интересуются сколько просто на пляже посидеть потому что если ты первый раз тут вот как мы допустим по карибам первый раз ехали нам хотелось посмотреть на острова там выбрали обзор на экскурсии а если ты уже там десятые двадцатые тридцатая таких там очень много людей вот они просто на пляж идут и все и некоторые шопингом еще увлекаются знаете вот на острове сант-мартен в голландской его части к которой мы пристали как бы нашим лайнерам круизным вот там народ массово покупал громадные такие головы голландских сыров вот то есть там какое-то интересное такое снабжение на каких-то островах там ювелирку на каких-то островах они там приобретали всякие ликеры ромы там я не знаю они уже знают специфику где чего брать там едина то есть на нас конечно шопинг меньше всего волновал как бы вот я купил три маечки за 40 долларов все вместе и вот кепку за десятку весь мой расход был в 50 долларов я честно указал в декларации в таможенной что везу товаров на 50 долларов значит это была чистая правда так вот что получается с этим крузом значит если бы он шел из майами это большой аэропорт и туда летит все все что вообще движется пуэрто-рико в этом смысле конечно намного менее нагруженный аэропорт и дальше когда распродаются вот эти круизы что получается чем ближе дата самого круиза тем меньше шансов что кто-то еще на него приедет потому что билеты дорожают на самолет то есть может быть вы бы и отдали дешевле там свой этот круиз но лететь дороже даже если вы скинете пол цены пойти самолет может вы вырасти намного дороже стать поэтому получается такая история если в майами еще как-то вот проще немножко до долететь и цены не так поднимаются и так далее тупо это рек это вообще это все таким образом когда кораблик не догружен а наш был не догружен у него расчетная мощность 3800 пассажиров а было 3200 то есть так вот 15 процентов можно сказать не догрузилась и так это уже с теми которые потом подошли до ночи я думаю что изначально там не до недогруз был намного больше значит что они сделали и что они систематически делают они начинают продавать с очень существенным дискаунтом тем кто живет в пуэрто-рико местным жителям вот пуэрто-рико которая значит на грани дефолта тут значит надалживала денег возвращать нечем там и так далее и там значит радостные толпы пуэрто-риканцев значит пользуются вот этим обстоятельством и едут погулять за за практически за ну если не бесплатно то в общем то учитывая что им дома тоже нужно продукты покупать там и так далее вот практически бесплатно в этот раз вот мы были там там не было там скажем половины вот рекорд но было достаточно много а вот ребята которые были на этом же самом крузе год назад они говорят что там кроме пуэрто-риканцев мало мало кто был в этом году круз продавался но можно так купить напрямую в самой компании естественно можно купить через всевозможные веб-сайт и там которые занимаются продажей туров крузов там и тогда круизов и так далее но мы купили в костка значит они решили подключить куска все-таки это большая организация там очень много клиентов и тот товарищ который этот тур организовал для нас собирал народ все-таки нас было 26 человек вот он нам сказал что у него уже был пилибик значит билеты выкуплены и он нам сказал ребята покупайте вот в костке там такая акция и за то что мы купили это в костка нам во первых дали бутылку вина вот мы приехали там стояла бутылка вина хорошим с двумя бокалами во вторых нам дали там я боюсь соврать 150 долларов кредит на нашу карточку корабельную на корабле деньги не обращаются то есть ты не можешь ничего купить на корабле за деньги ты должен дать свою карточку они тебя туда суммируют потом уже значит перерасчет такое происходит в частности я хочу сказать что вот вроде сам сам по себе тур стоил что-нибудь там 1300 долларов сейчас вообще время не самое у них такое хорошее и плюс еще через коску то есть я думаю там какие-то дискаунты накопились вроде бы там всего 1300 долларов но каждый день с нас брали автоматом вот на эту карточку клали за каждого человека вот мы ехали вдвоем со светланы значит нас брали по 12 долларов в день то есть 24 долларов в день типов вот типы это автоматически это включено и я честно сказать не знаю эти деньги это и есть та сумма из которой формируется вот те 1200 долларов чтобы ребята получают либо это сверху на 1200 долларов я до сих пор не знаю ну в общем многие пассажиры просто денежку тоже такое ну как бы дают людям в обслуге в момент когда они уже уезжают так понимаю что как бы система в общем то не сделана для того чтобы людей счастливить они уже как-то так индивидуально выражают свою признательность так вот очень много народу значит было в прошлом году из пуэрто-рико вот и даже вот настолько много что были ребят которые не хотели в этом году ехать говорили что-то ну как-то странное место попадаешь как бы не та среда но поскольку вот они продавали сейчас через коска и там было очень много так вот вполне таких обычных континентальных американцев вот и так вот по цене поэтому в принципе круизы дело не нет недорогое вот я вам сказал 1300 долларов это был номер у нас с балконом есть номера которые с окном но без балкона таким с иллюминатором есть номера которые внутренние то есть у них нет окна они как вот в такой коробочке и ну нет поэтому там несколько рядов с каютами этот еще дешевле стоит я не знаю цен но но в общем я так понимаю что может быть и 600 долларов за за каюту и и может быть даже и меньше если какой-то дил там подбирается и тогда поэтому а если еще жить в пуэрто-рико так вообще значит можно только с одного на другой пересаживаться такая вот история и вообще вот это вся ну как сказать халява она специфически зимние вот сейчас сейчас там сезон мнение людей объясняющих почему значит только зимой но вот зимний сезон почему на карибах есть круизы а летом их нет одни говорят что потому что летом много дождей и всяких ураганов поэтому там некомфортно а другие говорят что летом есть куда поехать кроме этого потому что в основном люди из северных стран приезжают и зимой у них возможности куда-то поехать очень ограничены а если мы еще сейчас вот вспомним там про проблемы Египта и Турции так и вовсе начинается так что вот такая история нам в целом понравилось мы с удовольствием значит там и посмотрели и на пляже полежали и так потрепались но конечно львиная доля нашего как сказать удовольствие состояла в том что у нас была большая компания и там было не скучно с этим поболтали с тем поболтали там то есть мы не ходили на шоу потому что мы ходили на шоу мы ходили группой причем группа так как-то менялась все время составом то есть вот мы не ходили двадцать шесть человек сразу тут шесть восемь там десять тут двенадцать там четырнадцать за столом нас сидело по моему десять человек и вот эта вот еда которую я вчера вывесил цинично все еды которые я заснял на видео я их все в одно видео поместил на двадцать четыре минуты вырезав вообще все что не связано с едой и вот все эти еды в виде ужинов например занимают хороших полтора-два часа то есть пока ты закажешь пока принесут пока значит это еще принесут потом заказывают десерт пока принесут пока съели пока потрепались там и так далее поэтому вот вот эта часть то есть довольно много общения и весело не скучно плюс значит светлана у меня хотела попить караоке ей в некотором смысле это удалось у нее на компьютере были караоке там есть помещения такие клубные где можно собраться попить там даже рояль был вот ну и у нас был даже человек который играет хорошо но как то вот мы так больше под караоке ну и опять вот это приятное общение и приятное времяпровождение это все очень здорово так что я думаю что это было очень существенным вкладом в наше хорошее настроение там и так далее когда мы ездили лет десять назад на Аляску тоже в круиз то мы были вдвоем и просто нам было интересно что это почему мы еще поехали на Аляску потому что из Сан-Франциско вообще не так много чего ходит а нам не хотелось лететь с багажом никуда вот думаю ну что вот рядом есть ну и из Сан-Франциско ну что есть ну вот можно ехать на Аляску можно ехать вдоль там мексиканского побережья есть продолжительные туры ну очень-очень продолжительные это уже там допустим через Панамский канал и там с высадкой потом значит в районе Майами а уже из Майами на самолете там ну опять поэтому еще на Гавайи там 13 дней то есть из которых там значит 9 плывешь а там 3 дня заходишь на 3 острова ну то есть дурдом такой но опять если еще куда-то просто оторваться из дома выйти там чтобы не готовить немножко себя прийти нормально и так тоже вот поэтому у нас очень-очень мало здесь круизов в Сан-Франциско и мы подумали давай посмотрим что это такое но уже поедем так вот чтобы из Сан-Франциско это было на 12 дней что довольно много и из этих 12 дней основную часть мы плыли и плыли и плыли и зашли на 3 было 3 высадки там в разных местах на Аляске и еще в Виктории Виктория это в Канаде в провинции Бритиш-Колумбия столица очень-очень приятный симпатичный городок но мы там и раньше бывали поэтому не то чтобы там как-то нам это сильно что-то дало эмоционально и информативно но тем не менее там приятно лишний раз оказаться не вопрос так вот мы там все плыли и плыли и плыли и было нас двое и интернет мертвый понимаете когда вот например есть выход в сеть значит ты плывешь но ты можешь сесть там со своим лэптопом где-нибудь на палубе и смотреть в океан или там как-то ну дышать свежим воздухом ну что-то можешь занять себя чем-то когда у тебя компьютера нет и занять себя ты думаешь а чем вот и тогда сложно есть люди которым собственно вот они с удовольствием могут вместе помолчать например и для них это содержательное времяпровождение я без иронии говорю я совершенно серьезно вот но поскольку мы со Светой оба такие из разговорного жанра то получается что вот так с одним и тем же человеком значит нон-стоп ну сколько можно разговаривать вот а тут вот коллектив такой хороший люди симпатичные и интересные примерно все нашего возраста так что вот такой отпуск смотрите вот я вам ля-ля-ля-ля а уже на работу приехал ну раз приехал значит пойду на работу счастливо друзья подойдем !